Небесный, Утешителю души истинный, И живи везде сын, И вся исполняй Сокровище благих, И жизнеподателю Приди вселися вны, И очистены от всяких скверны, И спасти блажа души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя, благослови наши занятия по Слову Твоему Святому. Господи, дай нам разуметь истину, которая изложена в Твоем Святом Писании. Научи нас возрастать от веры к вере. Научи нас Твою истину донести людям, погибающим во тьме неверия. Тебе слава высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и в веки веков. Аминь. Аминь. Вам нету, другим здесь говорят, что есть. Это ребятишки. Камеру Сергей не показывал. Хорошо. Ну, что так разобавалось. Похоже, кое-что есть. Успокоились. Напоминаем. Значит, у кого возникают вопросы, желание высказаться, про пластику, который прочитан, по толкованию, поднятие руки и дается слово. Всякий может высказаться. Мы изучаем второе послание апостола Павла Коринфянам. На прошлом занятии мы закончили девятую главу. Сегодня приступаем к десятой главе. Я прочту последние стихи девятой главы, чтобы вспомнить, о чем мы рассуждали на предыдущем занятии. И продолжим. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Так, дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст из обилия, посеянному вами, и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скуды святых, но и производит во мной их обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизвеченный дар его. Вспомнили, о чем разговор шел? Хочешь что-то сказать? Потише там немножко. Десятая глава. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». О чем речь-то вообще? О том, что апостол Павел убеждает коринфян быть добродетельными, чтобы они принесли как можно больше пожертвования. И убеждает их в этом, что это же для них же нужно, для того, чтобы иметь большую благодать. И это, он говорит, производит благодарение Богу. И так, чтобы вы были богаты на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. То есть, если ты сделал кому-то, ну, человек должен благодарить Бога, прежде всего, за то, что он через вас получил эту помощь. А здесь он говорит о том, что «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Как вы понимаете слова «против вас отважен»? Что, он настроен, чтобы их поколотить, этих коринфян, или как? Да? Мне кажется, Бог правду сказать о Христе, он сказал, «отважен, чтобы рассказать». Или обличить. Против вас. Нет, он это против. У меня такая мысль, что он пишет, что вы думаете, что я только в письмах строг, а когда в общении между вами, то я не такой. И он говорит, я такой в письмах, такой и на деле. Что он обличает со строгостью. «Ты когда приду, я тоже буду так говорить». Так он многих не стал говорить. «Против вас отважен», то есть имеется в виду, по сравнению с вами более отважен против вас. Не то, что он против них отважен, намерен с ними воевать, бороться. А по сравнению с ними более отважен. «И убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Давайте почитаем, что говорит нам Феофилак Болгарский на этой скидке. «Кончив речь о милостыне, теперь начинает говорить со строгостью против лжеапостолов и порицавших его как скудного умом и безрастудного хвостливого и намеревается отстаивать себя, быв вынужден к всему, чтобы не потеряла уважение проповедь». Понятно? Надо же было, вот даже сейчас в голове не укладывается, чтобы апостола Павла можно было называть скудным умом, безрастудным, хвостливым. Потому он и намеревается отстаивать себя, к чему был вынужден, чтобы не потерять, что? Уважение к проповеди. Он заботился не о себе при этом, а о том, чтобы слово проповеди продолжало звучать, чтобы слово Христа дошло до многих и многих людей. Поэтому тот не погрешит, кто назовет это послание похвальным словом Павлу. Начальные слова, направленные против тех, кои называли его бессильным и самохвалом, содержат как бы такой смысл. «Прошу вас сам я, Павел, учитель вселенной, ибо слово «я же, Павел» означает достоинство и выражает как бы следующее. «Вот я сам, Павел, говорю вам и прошу вас, чтобы не заставили меня, порицатели мои, употребить власть мою против них». Много значит и то, что апостол просит, а он еще вводит посредство кротость Христову, говоря как бы так, «Устыдитесь кротости Христовой, которой умоляю вас». Вместе с тем показывает, почему щадит их, именно подражаясь нисхождению Спасителя Христа, а не потому, чтобы не имел силы. «Итак, не вынуждайте меня отступить от кротости, которую до того люблю, что представляю и вам последничество, которое лично между вами скромен, а заочно против вас отважен». «Или говорить иронически, пользуясь словами порицавших его, ибо они говорили, что, когда лично бывает у них, то не стоит никакого уважения, напротив, малозначителен, достоин призрения, а когда находится в отсутствии от них, то он отмивается, ведет себя величаво и угрожает». То есть как бы вот так. Но в присутствии как бы боится их, да? А он-то говорит, что напротив вас отважен я. А вот когда подальше от них, тут и начинает угрожать в письмах, так пишет. Ну и что? «Или истинно говорил о себе, что он, когда находится у них, бывает смирен и кроток, и если говорить теперь с важностью, то делает это не по высокоумию, но по надежде на них». Что осталось непонятным? Или что понятно, расскажем? что усвоилось, что нет из этого стиха. Как к себе применить этот стих? Потому что Слово Божие живо и действенное должно быть для нас конкретно. А в нашей общине это можно как какой-то пример привести? Да, конечно. Ну, давайте. Сказал А, скажи Б, поднимай руку, говори. Да. Да, Игнатий Тихонович, постоянно так тоже говорят. Мне сколько раз высказывали. А встретиться не хотят. Я говорю, вы придите и побеседуйте. Вы хоть одну недельку поживите так, как он живет, самоотреченного от всего. Поживите так. Вы живете в свое удовольствие, и против него такую клевету и ложь говорите. А вот придите и лично с ним побеседуйте. Тогда узнаете. Тогда можно будет. Поживите, как я уже сколько лет живу. Ну вот, и пример живой явился нам. Дальше. Второй стих. Прошу, чтобы мне по пришествиям моим не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Прошу, говорит, толкование. Прошу, говорит, не вынуждайте меня сильно воспользоваться моей силой, ибо словом смелость называет силу свою, которую думаю употребить, то есть которую предполагаю, думаю или намереваюсь, так как меня вынуждают к тому употребить против клевещущих, будто мы лицемеры и хвостуны, ибо это значит слова, какие слова, что мы поступаем по плоти. Заметь, что смелостью называет намерение ответить некоторым, хотя намеревается сделать это не за себя, но за проповедь. Вот о чем мы уже говорили, что он не за себя беспокоился, а за проповедь. И это в тексте, в этой книге, во втором томе, выделено жирным шрифтом и подчеркнуто, сделать это не за себя, но за проповедь. Выделены слова толкования Фефилакта Болгарского. Но учителю более свойственно быть медленным в наказаниях, нежели тотчас же прибегать к ним. Что? Да. Какие рассуждения, вопросы, недоумения? А что значит быть медленным в наказании? Вопрос задала сестра, отвечайте. Да, брат, говори. Может быть, ждать покаяния? Ну вот говорит, например, ребенок, я больше не буду. Ну он уже говорил, я больше не буду. И нет, два раза даже. Ну что значит быть медленным в показаниях, в наказании? Да. Ну раз поверила, простил, второй раз, третий. Ребенок понимает, значит, мама рассказала, сделаю и не сделала. Я скажу больше не буду, ну и все, мама поверит еще раз, второй, третий. Вот насколько быть медленным в наказании нужно быть? Нет, я-то считаю, что медленным в наказании, это вот первый раз ты заметила и ждешь, медлишь. Сознается он сам или не осознается? Не наказываешь пока. А если б он... Сознается. Сознается, правду скажет, сам сознается. Сам сознается, ну и вот дождалась. А можно дождаться, когда сам сознается, а можно вынудить, как бы... Спросишь, например, спросишь, скажет правду, да, я сделал все. Ну дальше, наказывать, не наказывать? Насколько медлит с наказанием? Нет, ты меня не поняла. Ты не понял. Наказывать надо, если б он признался в том, что надо наказывать сразу, чтобы вот такого не было, как у тебя. Что его поймали, он сказал, что я больше не буду и не наказали, он второй раз говорит, все понимает. У меня такого нет, я привела пример, поэтому и страшно. Да, и я тоже, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что медлит с наказанием, это ждать, когда ребенок, в каком случае, сознается сам. И скажет, мама, я вот сделал то-то, то-то. Повторяемся уже, другие мысли есть? Все, было слово, говори. Мне бы интересно было мнение, Игнатия Тихоновичу послушать по этому вопросу, потому что у меня тоже такой вопрос. Мне надо, чтобы авторитетный был, правильный ответ, а не водили нас в заблуждения разные. И даже немножко не так. А вот подходит и говорит, ну, натворил что-то, недоразумение вышло, обидел младшего братишку, обидела. А подходит и говорит, уже виновата, уже видит, что бабушка огорчена, расстроена этим. Она потом подходит и говорит, баба, ты прости, но это повторяется уже много раз. Я говорю, твое прощение ничего не стоит, ничего оно не стоит, потому что ты так просто, вот раз, да прости меня, и тут же пошла. Это никак. Вот как дальше? Вот у меня еще аналогия. Я говорю, наказание должно быть. Наказание. У меня еще аналогия такая. Сколько раз мы ходим на исповедь и каемся в одном и том же. Наказание должно быть? Да. Пятимье. Ну, не каждый грех подвержен эпитимье. Ведь так? А каждый грех смертен, смертелен. Возмездие за грех смерть, за любой грех. За всякий грех возбездие смерть. Если ты соврал, никто об этом не знает, да, ты знаешь один. Либо ты сблудил, разницы нет, какой грех. За любой будет возмездие смерть. То есть, ребенка воспитываем наказывать сразу или не сразу. Но опять же мы приходим на исповедь, просим прощения. Священник отпускает грехи. Бог прощает, мы с такой верой живем. Бог простил меня. Снова оступился, упал. Святые отцы учат, не лежи, вставай, поднимайся. В одном и том же поднимайся, не отчаивайся. Вот я слышу, у нас кто-то не ходит на исповедь. Я не помню, кто из святых отцов писал. К нему, значит, подошел один, наверное, в те же монахи, будем говорить, и спросил. Вот, дайте совет. Я в одном и том же падаю, каюсь и снова падаю. Как-то вот я уже и покаяния в этом не чувствую. Может, мне и не ходить на исповедь-то? А отец ему отвечает, значит, вот возьми два горшка, любых два сосуда, и поставь у дороги. Один каждый день мой, и снова ставь, а второй не мой. Пусть стоит. И через месяц посмотришь, какой сосуд будет чище. И опять же вопрос с наказанием. Как же быть? Как долго я тянусь к наказанию? Как долго, как бы... Нет, я понимаю, нужно простить, поверить ребенку. Простить, все, простили. Ну, дальше, в следующий раз. Нужно наказать адекватно как-то. Что, Игнат Тихонович, говорите? Ну, что говорить, из опыта надо говорить. А просто на бумаге-то оно по-другому выглядит. Я считал этот спок Венжамин. Он считается очень знаменитым воспитателем. И книга написала там, как воспитывать детей, не наказывать. Ну, мамка молодая, она вот так-то считалась. И его все, значит, сцель нельзя, сцель нельзя. Он шпарит как надо. Зашел в магазин, сел на коняшку, покачался. Она говорит, пошли, не пойду, купи коняшку. Ну, у нас уже есть смарники, а я хочу желтые грилы. И она ничего не может сделать, продавцы стоят и... Она знает, что сделать, но она насчиталась в книге знаменитого человека. А они говорят ему, ну, а сегодня день необычный. Встреча с родителями, и как раз Биржамин спок, как раз здесь у нас в магазине. Да вы что? Ну, он знает волшебные слова какие-то, и дети его слушаются. Да пусть позовет его, чтобы это... Ребенок-то слез, конечно. Он, правда, вышел, не стал ничего, подошел, наклонился ему. Ну, прям, секунды три. Мальчишка сразу так встрепенулся, соскочил. Маму за руку, да, маму, пошли домой. Она до того удивилась, как это можно не наказывать и такую силу имеет-то. Но она вышла маленько, вернулась и говорит, мне этот рецепт-то нужен, почему-то по книге-то не получается. А что вы сказали? Я сказал, если ты шермер сейчас не следишь, я тебя как Сидору Козу издеру, в комнату заведу. То есть он то же самое, но только он это в книге-то не написал-то. А пацаны поняли, игрушки-то на какой-то. А я говорю, да, ну, за руку держу, за руку-то. Сейчас потащу и буду драть. Сейчас же все с коньяком. И все. Нельзя оставлять без наказания. Никак. Но вот первый раз, первый раз, это бывает ошибка. Поговори с ним и скажи. Вот я ребенка увожу в другую келью. Все, весь лагерь молятся. А я ему говорю, вот ты не сознаешься. Все говорят, раз ты не сознаешься, я тебя наказывать не буду. Мне надо, чтобы ты осознал. Но доказательства, вот видели четыре человека, уже не надо. Теперь я, смотри, над тобой простираю руку. Видишь, в пени? Это означает наказание. Вот пять горящих тебе. Сейчас при первом разе споткнешься, я тебя накажу за то, что я сейчас сделал, и то, что солгал. А за ложь увеличится в десять раз. Я сделал. Все. Сделал теперь. Понимаешь, нет? Он должен понимать. И увидеть во мне не палача. Я тогда с теткой как шлепну по коленищу, по сапогу-то. А те-то молятся, ничего не знают. Ну, я говорю, ты теперь с линями-то, Оленька, подведи под глазами-то, что слезы у тебя есть-то. Ну, я его вожу, он встал, на место едва сдерживается. А бывает другого. Крапива где-то, так ты беги скорее к рукомойнику, холодной водой-то там помочи. Сидящее место-то у тебя не будет. И что интересно, дети, когда выезжают, бьют десять раз колокол, и тогда становится мать, или отец тут стоят, и он, ребенок. Но он стоит уже через родителей, то есть прокладка. Ну, а теперь давай, Саша, говори, тебя здесь наказывали? Да, наказывали. А было, что тебя ни за что наказали, ты не виновен. Сейчас не бойся, у тебя папа, мама, они между нами стоят, они тебя в обиду не дадут. Только правду скажи, и отец говорит, говори, Саша, ничего тебе не будет. Не было этого, я сам виноват. А что ты сделал, девочку ударил? Ну, скажите, родители, которые отдали девочку, они довольны будут, что девочку его трамбуют здесь? У меня был один такой, привезли, я гляжу, что-то они кшебутят, старики где-то. Вот за вам, да он такой мальчик, да у него так бывает. Ну, бывает уже под присмотром, он щекотило новый растет. А у меня было ребятишек, хорошие ребятишки, старобрядческой семьи-то. Он одного из них заманул в Киелёх, отзаходить нельзя, и сразу бросился и начал душить его. Зверёныш, душить его начал-то. Ну, а тот его как-то пнул, выскочил. Ну, естественное дело, мы сразу срочный звонок вызвали родителей, и всё, он до обеда у нас уже не был. Мы его вымели с прахом, и осветили лагерь. Это щекотило. Ему нужна боль, страдание, что-то. Но я его вздул по первое число, какого он не видал. Другой парнишка привезла, мать, я уже не знаю, что... Я уже третий раз разложусь из-за него, я его наружу на седьмом этаже и выкину его в окно. Ну, и правда, у парня много энергии. Он как выскочил, у меня тут клумбы где-то, он не в ворота попал, а прямо на клумбу, чекотил, ловкий такой, через ограду и туда. К одной девочке подскочил, она качается, дай качать, на качи. У нас положено, как ты подойдешь, после этого я еще пять раз могу, как меня попросили. Он меня встряхнул, она говорит, а я пойду и сейчас расскажу. Пошли к этому, к старшему, он не идет. Я должна тогда пойти сама, раз ты не идешь. А я тебе, знаешь, каких дам? Он говорит, я еще и про это расскажу, что угрожал. Я тогда сразу, вот он Виктор Андреевич, Виктор Андреевич, говорю, Виктор Николаевич, вот я покажу, встань, видишь, вот, посмотри на нас, как видно, нет, направь. Вот, со мной рядом сравнил его. Ну, что там говорится, со стороны мускулы там, покажи, нажми. Я ему, Виктору Андреевичу, говорю, Виктору Николаевичу, говорю, заходим в большой зал и наказываю, когда никто не должен видеть. А здесь я сделал исключение, мать должна быть при наказании. Вы согласны, что, конечно, она уже расписалась. А он, что за это время, у нас городошные палки такие биты, выиграть. Он эти городки взял и в туалет все сбросил. Ему-то, какая-то этого пользуется. Теперь достать все это дело, вымыть, вымыть руками это все. А теперь наказывать его. Вот за каждый городок, который сбросил тебе, два горящих, крапивой там. Но я крапивой не стал сеткой, а сетка это ручки. Это очень больно. Мать сидит здесь, мать села и сидит, мать как обнартвела. Я не могу ничего сделать. Виктор Андреевич, захватил его, вот так вот держит, он ногами бьет, кричит, клянусь сердцем матери. Понимаешь, что? Так, Виктор Николаевич, помнишь это? Да. А сколько лет было ребенку? Ну, где-то лет шесть, наверное, было, да? Да нет, постарше. Постарше? Девять или десять. Девять-десять лет. Да, скорее всего. Дело в том, что вскоре я лег в больницу. Операция была. И она вышла, когда отсюда, забрала его. И приехала ко мне в больницу поблагодарить. В больницу, к болящему. А мать-то впервые говорит, значит, чего-то это стоило. Ну и тут я его уже по полной программе. Из-за угрозы девочки. Из-за того, что толкнул. Из-за того, что по клумбе пробежал. Ну и все остальное собрал ему в кучу. И теперь уже ему заложил как надо. И мать сидела, слово не проронила. Но это лекарство было настолько действенное, что он парень как шелковый стал. Но его отпустить нельзя было. У нас одно из последних наказаний, это на веревочку посадить. Это, значит, веревочка. Ну она может метра четыре, три. Вот ему петелька делается на руку, а вторая воспитатель. Он не на шаг, он и спит с веревочкой, и обедает, и купается с веревочкой. То есть он никуда. Он под присмотром, он один не может, он дикой где-то. Его сразу посадили на веревочку. Я не знаю, сколько дней, два прошло или что-то. Парень прямо резко изменился. Он хитрый. Приехала Валентина, она сейчас едет из Казахстана. И Павлик. Нормальный пацаненок, но совершенно не подставляется. Она бабка. Приехала на крещение как раз. Ну и что? Ну и что? Она ему только слово скажет, что он убегает. На вокзал убегает. Она на вокзале его найти не может. И здесь тоже он бросился бежать пилить. А он куда? В кусты. Я к ба... В кусты-то его. Ночью он присел, я его сразу здесь схватил. Прямо тут же в кустах его проучил. Опять к бабке. Он сразу раз и опять в кусты. И опять его. Тут же прям сходу словил его и опять. Оттуда вывожу. Просил бабу прощения. Попросил ко мне. А я если убегать не буду, больше наказывать не буду. Я говорю, нет. Больше ни разу не убегал. Парень Паша. До того умный. Он приехал домой. Родители-то спят долго. Он будет их не положено спать. Надо раньше вставать на молитву. Он как будильник сделался. Пришел в лагерь. А он, кажется, заплакал. И говорит, вот ходили по буму. У меня бум на таком вот сделал. Ходить 75 метров там, называемый разъезд. Но ему не разрешили. Он маленький. Ну, ясно не упасть. А потом, полезя на вышку на второй этаж, можно разрешать воспитателя. На выше только я могу разрешать, как начальник-то. Но на выше никто и не разрешает. А ему не разрешили. Он такой раз хулиганился. Я пришел, признал несправедливыми эти решения. Ударил, кажется, в колокол. Собрал людей. Я объяснил, что с Пашей поступили несправедливо. Так. Сейчас мы начинаем учиться по буму. Я взял длинные у меня, которые ходули. Ему даю. И рядом иду с бумом. Он держится одной рукой, двумя руками. Одной теперь пошел и без этого. Баба! Я Валя зову. Иди сюда, смотри. Это твой внук ходит. Как он хорошо ходит. Так, второе. Сейчас мы лезем на вышку. На самый верх. И ты полезешь. Она сверху, там в бинокре, смотри. Это он залез там. Я его удовлетворил по полной программе. Но он на шаг теперь не отходит. Вот. Тут заложено все. Когда психиатр, профессор, психиатр приехал у нас, жила. И она вывела, говорит. Ну, а ей сказала, это, кажется, Горюхина. А она у депутата, у какого была женщина смелая. Четыре раза, кажется, я боевикам, когда во время войны пробиралась в Чечню. И она говорит. Вот наблюдали, где, вот как у нее. Она все записывалась, там, как обращаясь и нашла. Главный движитель в лагере, тире, с большой буквы, любовь. Да какая любовь, я их беру. Любовь. Кто любит, тот наказывает. Но у меня наказание чисто символически иногда характер. Но явно, когда внимать никто не может. Тогда необходимо принять меры. Вот была эта, Татьяна Плеханова, привезла Данилку. Она абсолютно никак. Я один раз только его прогладил. Ну, как шелковый. Без беда мамы ни шагу. Пойди перед ней на колени. Поцелуй ее. Все. Но такой был, приехал из Тобольска. Помнишь, этот? Пацаненок. Мать как назвал? Дубина или как-то? Дубина что-то такое. На мать. Я садился сразу в колокол. Тревога. В нашем лагере такое. И я наказать его не могу. Я объяснил почему. Потому что ты проклят. Злословище отца и мать. Бог берет суд на себя. Я не могу. Я боюсь коснуться тебя. Значит, собирайте вещишки и езжайте из лагеря. Не оскверняйте его даже. Дома занимайтесь. И она сильно-сильно приняла это дело. И сама поговорила. И он наказание. Первое наказание. Упади на колени. Проси у матери прощения. Дай обещание, что никогда ни слова не скажешь. Давшее тебе жизнь. Для матери ты, говорит, в пригощи свари обеты будешь должен. Как Горький говорил. Без молока матери не поэт, а ни героя нет. А поэтов ценят. Героев ценят. Но впереди-то мать стоит. И все. Примирились, они остались. То есть надо знать, где пятое качество лидера – это решимость. Четвертое. Пятое – это беспощадность. И вот эти качества совершенно люди не знают. Ну а шестого им в глаза не видеть. Это привлекательность. Я знаю, умею, накажу. А дети как привязанные ходят. Куда они повернутся? Ты же была, видела так. Меня с операцией везут уже ночью. Дети не спят, вышив деревню. Они не могут уложить эти воспитатели спать. Да я же для них-то палач. Они должны бы как бояться-то. Нет. Они приходят, разрешают споры. Самые маленькие, я объясняю, пацанята, лучше-то любить природу. Но у нас синие стрекозы, большие, вот такие вот, ну, сантиметров 20, наверное, большие. И есть красные, а черные, это вдруг черные. И увидел парень, один лежит, он этот прошел, говорит, смотри, стрекоза. А этот выскочил и взял ее и в коробочку. А тот говорит, так это моя. Он говорит, так ты ее не брал, я подобрал. И теперь они между собой спорят. Ну, стрекоза, да, ну, как он? Никаких. Я сразу начинаю разбор делать. Он ее увидел, и она принадлежит ему. Но ты ее не взял, право было тобой потеряно. Теперь право принадлежит взявшему. Но так как тот указал, без него тебя бы не было, когда бы он не просил ее показать, ты должен открыть коробочку, ему показать. Дети разулывались. А психиатр, а где вы в этом учились? Ни где я не учился. Я просто смотрю и учусь у детей. Для него это очень важно. А если я думаю, что ребяще мне не важно, то вот это-то и нет. Зачем я стал этим? Мы идем на ягоды. А дети растянутся, так я остановился. И такая с боблоками, так шишечка на конце ее растет. Я называю идея, то есть идейное наказание. А когда ей, они длинные такие, сухой. Как, если это, это прям через костюм просекает она. А вот стоят ребятишки. Так, предупреждаю. Дальше меня назад только три шага. Каждый шаг, который будет дальше, будет ему наказ. И пацану находим, сын дьякона. Долговязый такой. Я как крикнул, стоп, на месте стоят. И они остановились. Вот теперь три шага. Я никогда не видел, что дети так прыгали. Вот говорят, троеболи или какой-то там, троеболи, прыжок когда делают. Он как прыгнул, потом на эту ногу ступил, третий. И у него ничего не было. Он как раз на черту поступил. Нам не то наказывает, мы все смеялись. Сашка, сделай еще раз, мы посмотрим. Он уже не мог сделать. Вот понимаешь, нет, он как вот трикозас. Каканул и там. А потом проходит уже сколько-то лет, наверное, 13. Он ко мне выходит. А я в лагере у вас был. А я сейчас не такой. У меня 105 килограмм вес. Уже не прыгнет так. Протодиакон или что-то. Уже не прыгнет. Такой красивый парень. Я так хочу. Но я люблю мотоциклы. Ямаха у меня. Я хочу приехать к вам. Значит, у него обиды никакой нет. Понятно как? Ну, детьми должен заниматься человек, который сам остается ребенком. Я вот так нашел вывод для себя. У меня один был. Вот уже траву надо рвать. Подошел он ребенок. Давайте по описанию. Долго слишком. Давай. Я знаю, что ребенок, и поэтому надо сразу. Давай его не остановишь. У нас понятия по... Ничего. Давай. А что здесь... Это все касается спасения душ наших детей. И как воспитывать детей нужно наших своих. Я это слышал уже. Я по этому слышал. А я не знаю, как он говорит, читай. Приезжайте в лагерь, слушайте. Да. Ну, ладно. Вот здесь, знаете, по описанию. Братьям подчинимся. Братьям подчинимся. Так, значит, вопрос Галин был какой? В чем нужно проявлять медленность в наказании? Галя получила ответ? Первый раз можно? Я думаю, что здесь нужно еще на этот вопрос такой мысль высказать. Медленный. 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 Чистить надо постоянно себя нужно. Совершенствовать себя. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный Совершенный. Есть. Именно. Ну, так об этом и не проявляется унижение личности. Понимаешь, я его наказал, но помолились. Он приехал, а мать, он говорит, или мать, или баба там. Вот со мной дядя Игнатий там молился другой. Я никогда не чувствовал так. Мне легко-легко сделалось. Я хочу, чтобы еще раз помолились. Понимаешь, это на практике. Что такое связь была? Как будто бы к делу не относятся. Не так это все. Это все как раз относится. Вот я наказываю. И написано в уставе лагеря-то. И жалоба. Мать одна приехала пьяная. Пьяная за ребенком-то. И она ничего не могла. Еще девчонку привезла такая же. А я ее не принял. И она приехала в краевую прокуратуру, подала заявление. А это уже заявление дали ход. Но оттуда приехал человек, полковник. Полковник приехал. И дальше начинается расследование районное. Приезжает Елена Жабина, у прокурора. Всех детей осматривает. Кандидат в медицинскую фигу наук. Никто, ничего нет. И все что-то просили. В книге все это написано. Написано, что вас здесь бьют. Мальчик говорит, нет, нас не бьют. Нас наказывают. А то ребенку надо додуматься как. Не бьют и наказывают. А кончилось чем? Она пишет. Это не прокурорский язык. Дети в лагере чувствуют себя прекрасно. Тогда приезжает. Первый раз было ФСБ приезжает. Я сказал, в лагерь не пускать их. ФСБ в лагерь не пускать. У нас правило принято. Вы обязаны для общины взять разрешение. И они сели и сидели там, где бум, на буме. Офицеры. Краевого КГБ. Ну, поговорить, поговорили. Разрешилось. Ну, у вас же нет такого указания. Ну, уберите это из устава. Не могу, иначе не будет. Страх должен быть. И родители расписались. Понимаешь как? У тебя какой опыт? Ну, леон. А у меня 44-й год. Ты набери их детей. Вот сейчас и ко мне позвонили. Сегодня в 3 часа мы должны быть у памятника Пушкина. Желаю, чтобы кто-то пришел. Там поснимали, если кто-то придет. Откуда вы узнали? А друг от друга. Газеты не напечатали. Сергей, надо пройти. Это работа. Работа конкретно по личности. Придешь и узнаешь. Девочке 13 лет. А эти почему? В Своронеже отвечают. Ребенок этот прислуживает в алтаре. Но мы хотим, чтобы в нем это все закрепилось. С Своронежа, Барнаул, Гнать. Это не дешево обойдется. Но мы нигде ничего не нашли лучше вашего. Нигде. Мы именно то, что искали. Нам показали. Мы несколько дней у вас на Ютубе были. Посмотрели ролики. Только к вам, ребенка. Я получаю каждый день эти письма. Больше мы нигде этого не нашли. В православии везде какое-то... Не поймешь даже. Торгашество какое-то. Все это идет обманом. Мы у вас увидели то, что мы хотели, что искали. Так у нас же трудно. Дети должны быть верующие. В 5 часов утра пойдем. Даже батюшка каждый раз. Ну, хоть на полчаса-то попозже жалеет. Батюшка, на мое место остановись. Вот и весь сказ. Я знаю, как. Солнышко будет раньше заходить. Мы его полчаса сбросим. Потом еще полчаса. Дети должны увидеть восход на молитве. Восход. Вместо поросе пробежаться. Даже искупаться. Еще до завтрака. Поработать. Это ребенок. Это очень-очень непросто. А были которые... Были такие. Приехали. Я их покормил. Пошел на экскурсию. А он дунул и убежал. Какие с вами два трудных дела? Самые трудные которые? Да. Ну, так сказать, я их не высчитывал трудно. Но вот это вот не покорится. Никак. Но он сбился с дороги, вернулся на завтра уже к какому-то шоферу. Нет, вообще для людей самое трудное дело воспитывать детей и молиться. И молиться. Это наша мама говорила, у которой 12 детей было. Труднее всего это. Вот сейчас вот насчет времени у меня вопрос. С этим переводом времени я в 3 часа ночи выхожу, вот помолиться иногда. Уже светает. В 3 часа. Потому что перевели, и у вас уже никак не получится, чтобы в 5 утра они увидели рассвет. В 4 уже светло. Не сразу, а потом увидят. С 22 июня уже убавляться будет. А они видят рассвет. Как солнышко поднимается. И поэтому мы становимся только на возвышении. И там молимся. Вот батюшка пасет овечек. Ну, недалеко. И стоит там. А что он? Акафис князю Владимировичу читает. В школу идти, чтобы в разумление детей было. Дождик накрапывает. Я в колокол ударил. Батюшка сам по себе с овечками. Там, в степи, на холме. Там когда-то башня была водонахорная. Дети. А где наш батюшка? Он овечек пасет. А вы видели, чем он занимается? Нет. А хорошо было бы к его молитве присоединиться. Кто согласен все? Как вы ринулись, батюшка ничего не поймет, что с лагерем сделать. Несется весь лагерь. Прибежали по сторонам, встали. Батюшка, считай, акафис. Все дети молятся. Помолились со всех ног. Кто был тогда? Хоть кто-то был из вас? Не было. Вот видите, был. Но это мы все фотографировали. Понимаешь, вот на все, на все началась просто непогода ужасная. Воздух весь красный сфотографировали. Что в это время делать? Детей прятать? Мы сказали, никуда, чтобы сидели. Где обедаем. Но пришлось туда. Ветер был такой. Дождь. Сколько там, я не знаю, метров, наверное, 5. И вот так вот. И 5 метров горизонтально летел и бил туда дождь. А они в это время пели песни. Знаешь, как я тебе запомнил? Грохочет молния. Виктор на гитаре играет, как газ, даст, даст, даст. А дети поют в это время и слышишь, через грохот. Мы пели, а мальчик один склонился. И я его так погладила, смотрю, думаю, то ли испугался. А он говорит, нет, я молюсь. Сектант. Вот, понятно? Юрка. Да. Бодью, вовы, его. Я говорю, молюсь. Так? Вот, это опыт. Понимаешь? И молитва. А как знаете? Никак. Это нельзя знать. Это молитва. Вот его принять, не принять. Откуда я знаю это? Вот, а сейчас до молитвы. Может быть, он будет нам близки, но вот уже сидит, что-то пишет. Вот, вдруг появляется, потеряю его сразу. Мы должны поблагодарить сестру Галину за то, что она подняла этот вопрос. Это говорит о том, что человек не просто присутствует на занятиях, а слушает и пытается, чтобы Слово Божие было живо и действенно для каждого из нас. Вот для нее она жива и действенно оказалась. И для нас она пробудила в нас этот интерес. Я хочу о себе сказать, что для меня это всегда было живо и действенно, потому что воспитание детей готовилось долго, до того, как я их обрел от Господа. И когда мы крестили дочь в два года, потеряевки, и отец на ум сразу сказал, что прилепляйтесь теперь к Богу. Мне это странно было, как это прилепиться к Богу, что это такое, что это значит, прилепиться к Богу нужно. Теперь у вас должны быть другие друзья, что детей нужно учить. Вот надо у Игната Тихоновича спросить, как он детей учит. Я к нему стал приставать, к Игнату Тихоновичу. Ну, где у вас написано, расскажите мне. Оказалось, что нет написано. Просто нужно жить так, нужно быть рядом и видеть, как это делается. Сейчас написано уже в книге. Тогда не было этого. Можно вопрос? И тогда, когда я пытался делать так, как Игнат Тихонович, когда по разумению поступаешь, когда не злобишься на ребенка, когда спокойно объясняешь ему, в чем его поступок, когда говоришь, что вот этот поступок заслуживает такого наказания, и можешь даже его не наказать в этот раз, а в следующий раз непременно накажешь. Опять же в таком спокойном состоянии. Получаешь удовлетворение и ты, и ребенок, потому что он понимает, осознает, за что. И в следующий раз он уже не проступится, наверняка. А чаще-то было, наоборот, в гневе. И потом сам сожалеешь о том, потому что не научил ничему. И сейчас, прежде всего, я хочу, чтобы сын мой владел собою, не владеет совершенно, я говорю, ты будешь начальствующим, как ты будешь с людьми работать? Не сумел воспитать при всем этом. Прости меня, Господи, помолитесь о мне грешном. Меня отец мой, Тихон Дмитриевич, наказал только один раз. Но он еще ни одного класса не кончал. Вера такая, только видно, что молится за стол, а что никто не мог узнать, даже рядом становились, не слышал, от матери что-то он слышал где-то. А наказал меня, когда мне было не больше шести лет. Коров гонит, а Гнатий рядом поле сделали, его раньше не было. А там хорошая трава, трава, даже хлеб хороший. Я впереди коров иду, то ли не обернулся, то ли не увидел, сдерживал. И коровы зашли. Ну отец-то их выгнал там. А тогда было строго, где, если что, ты год даром пасти будешь. И он меня ударил. Так он сколько платил, просить прощения. Ну я-то, какой там был. Он понимал, вся семья будет голодом сидеть, если кто-то увидел, что на корову зашли. А там зашли-то недалеко. А тогда вообще не понимали этого. Что не так тебя в голову ловли. Один там, видимо, заснул, пахал, дорогой, и на дороге прокорякал. А, блин, начальник Чибисов был. Афанасий Филиппович, вот он увидел, видимо, на машине перед ним шиферинок этот. Так он как пришел, то ладно, что-то как-то смелывался. Так они ночью с фонарем, с матерью больной ползали по дороге. И эти пластики все это укладывали на дорогу, чтобы делать. А там по этой дороге никто никуда не ездил, кроме этого Чибисова Афанасия Филипповича. Герой социалистического труда. Так это же жестоко, жестоко. Придет время, он повесится. Где-то сиротинка слеза прожгла. И он повесился вот так. Надо из всего брать опыт. Не делать, во-первых, плохо, а если было, уметь просить прощения. И исправить. И не злиться. Конечно, не злиться. Дальше. Третий стих. Ибо мы, хотя бы плоти, не по плоти воинствуем. Короткий стих. Толкование. То есть, хотя мы обложены плотью, но пользуются неплотским оружием. Выделено жирным шрифтом и подчеркнуто дальше. Рассуждает о проповеди, показывая, что она не человеческое дело и не имеет нужды в земной помощи. Когда же говорит воинствуем, то внушает такую мысль. Мы ведем войну и вступили в брань. Ремарка. Ремарка. Игнатий Тихонович Марков. Апостолы проповедь читают своей спутницей, наградой, матерью, рождающей чад. Там, где нет проповеди, ничего этого нет. Но только сорняки и пустыня и скотомогильник. Тоже коротко. Еще нет. Папы не могут мне просить вот эти слова в комментариях. Я каждый раз считаю, ну к какому слову могут привязаться. Они не говорят к какому. А это негативное отношение к священноначальникам, к патриархии. Что это за обвинение негативное? Все пророки обречали. Но я вижу, что проповедь не занимает места ни первое, ни второе, никакое. Ну нет, ничего у нас евангельского. Мы же проверяли, смотрели. Просто засыпиться не за что. Но я православный, я все исполняю. Но я знаю Евангелие. И поступая по нему, я выхожу из этого общего ряда, и все говорят, а вы слегтант. А почему? А потому что за Библию держитесь. Надо держаться за Игнатия Бричанинова. Это ладья. Ну так если эти слова задевают, значит так они признают себя, значит что там написано. Здесь никто не упомянут совершенно никакой личности, кроме апостолов. Апостолы проповедь свою считают спутницей, наградой, матерью, рождающей чад. Эти слова-то взяли оттуда. Там, где нет проповеди, ничего этого нет. Но только сорняки и пустыни, и скотомогильники. Если эти слова задевают, значит они признаются в том, что нет проповеди. Слишком сурово. Это когда было у меня, и Борин, сейчас скажу, он благочинник Красноярского края, ну и в суд-то и тоже, он говорит, он писал письма, суровые такие. Я их бросал в корзину, а моя жена боготворит его. То есть она письма все достает и считает. У нас святая Аннушка была. Один раз ночевал, так слово сказать. Я зашел, я не видал давно-давно такой груды грязного белья. И она до беседы была, первый час ночи беседа. Утром я встаю, все белье висит на веревках уже. Бурдина Анна Николаевна, царствие небесное. Жили на юге, и какая-то как прыщик маленький соскочила. Никто не обратил внимания. Видимо, заделась, дернула. Дальше больше оказалась проказа. И пошла до глаза, все время закрывала, и так умерла. Пуха обречала она. Когда меня не было, в тюрьме было, они собрались, священники. Я не знаю, архиерей был или нет. И на меня там говорят. А она-то обслуживает там хлеб, подает им. И она-то там встала перед ним, говорит, как вам не стыдно. Вы же все, вот что говорите, вы все знаете, что это неправда. И говорите, и тешитесь. Ну, началась каждого шерстить, как говорится, первое. Скажите, вы, знаете, учились переплетному делу, да? Вы у него иконы видели? У него на стене места нету, где бы не было икон. Даже места нету. Вот эта картина у меня висела. Как у него икон нету? Другая стена полностью занята палатами, третья палатами. Где еще у него икон-то нет? А вы говорите, он иконы не признает. Все замолкнут ни одного слова. Ни слова. Они знают, что если придумывают, это означает ничего, они за мной не имеют. И это положительно. Я через это как индикатор вижу. Если бы у меня было, они бы мои дела-то и представили. Зачем им придумывать? А раз ничего нет, поэтому они начинают искать, как на Уфе, лжесвидетелей. Это все берем отсюда. Почему? Проповедь не обещается. Вы говорите, проповедь. Она имеет проповедь. Чудное дело. Вот мне пишут, не один человек говорит. Ну, 1300 проповедей это не одна. Сережа помогал перепечатывать где-то. И вот говорит, мы с женой разговариваем о чем-то. Ну, явно дело, говорит, совершенно шли домой и разговаривали о такой редкой теме, о умерших и все. Я включаю со середины одно из проповедей, это 905-е. Вы точно начинаете. А у мертвых так. Жена говорит, ты что-то знал где? Понятия не имею. Да как это может быть? Я, говорит, думаю, сейчас замежду двумя часами, он в университете, в академии преподает. И говорит, дай-ка маленько еще послушаю. А с собой скачаны проповеди-то. И вдруг попадает мне 28-я глава Матфея-то. Я не стал искать ничего. Давай ее слушать. Смотреть, слушать. И думаю, надо вот как это. И когда начались там занятия, первые, которые задали занятия у него, одна говорит, а я из Новосибирской области. И по 28-й главе Матфея задает. Как это может быть? Он не может понять, как. Понятия не имеет, дорогой. Это Бог так делает. Он подкладывает, говорит, тебе пищу нежно. Он подкладывает. На нужной странице уводит. Дальше, Матфея, вопрос? Да. Это я по поводу того, какой вопрос задали вам священники. За что священники вас ненавидят? Вот по этому поводу. Первый вопрос, который они всегда говорят, он неположительно отзывается о священстве. Да, неположительно. Вот я вот этот момент и хотела. Как я понимаю, может, я ошибаюсь. Скорее всего, может быть, я и ошибаюсь. В общем, как вы гневаетесь на священников? Вы просто, вы с ними, как бы, говорите о них, да? В духе гнева. В духе гнева, как это в Ветхом Завете пророки обличались гневом. Ну, как сказать, я не досказала. Давайте я договорю. Но мы живем в Новом Завете. В Новом Завете написано, обличайте в духе кротости. То есть вот этот дух, который присутствует, просто он уже не во времени. Он с прошлого века у вас еще. Со времен пророков. Сейчас уже, в другое время, здесь надо обличать уже в духе кротости. Это мое мнение, может быть, я ошибаюсь. Видишь, нам мое, твое мнение, это не нужно. Говорю, в любой книге я делаю три тысячи. Вы маленько, вы прослушайте, что я говорю. Тысячи, это одно место, иногда целый пакет священного писания. Ну, вот это открыто где. Вот я сейчас закрою глаза, какую книгу возьму. Вот эту вот. Все. Вот сейчас открываю здесь. Ничего, вот оно. По порядку, в любом месте, где бы я ни открыл, вот они, места писания. Открыл. Ну, какой бы вопрос ни задали, все везде. Вот оно идет, курсивом, жирно. Нельзя найти место, где бы не было. Так это не мои слова-то. Если бы они на мои слова. Он говорит, где вы ссылаетесь на священное писание, я их просто обхожу, не считаю. А при чем я? Он не ко мне гнев-то направлен-то. А почему? А вы сказали, проклинаю ваше благословение. Ну, вы видите, жирным курсивом, но написано пророком Аллахи. Вы еще совсем-то уже не то говорите-то. Никакого у меня ни гнева, ничего нет. Я привожу места писания и говорю, так говорит Господь. В 48-10 пророк Иеремии проклят, кто дело Господне делает небрежно. Я беседую, скажите, а что дело Господне? Ну, вот все эти пшеницу, дело Господне. Да как сказать? Ну, ты крестишь, когда Господне дело, ну, тут явно Господне. А ты не крестишь. И мы вчера так рассчитали, слышал настольную книгу священнослужителей, и там говорят, старые служители делают, а молодые не канону осмотрят опыт. Они передают, говорят, так безопаснее и так легче. А эти, в свое время, будут теперь старыми для других. И он за всю жизнь ни одного не покрестил правильно. Поступает правая рука патриарха Кирилла. Говорю, он, Алфеев, и говорит, это не просто какой-то, это все наши документы говорят об этом. Все абсолютно до одного, только полное погружение. Ну, кто желает ответить сестре? Карина, есть что-то, слово какое-то сказать? Я попрошу по моим словам, по книгам, покажите, где? Просто я вижу здесь продолжение этого любвизма. Поиска любви к себе. Потому что мы не можем отвергнуть Ветхий Завет. Это получается, что мы теперь вообще должны пророков убрать? Они говорили это строго, это было в прошлом, далеком прошлом. А теперь мы должны жить только по любви. Никакого обличения, никакого гнева. А Иисус Христос не гневался? Он не изгонял? Это не в гневе было? Он один такой был, Христос. Что один? Христос был один. Так это Новый Завет или Старый Завет? Вообще умертвее Апостолу это потом, семью-то умертвее. Апостол Павел обличал волхвы. Апостол Павел сколько обличал? А зачем тогда написано в Духе Кротости? А чтобы мы не были сектантами, Надежда? Чтобы мы не цеплялись за один из них в Духе Кротости. А другие тоже обличали, не только в Кротости. Но когда это требует жесткого обличения, чтобы это было жесткое обличение. Можно сказать? Можно толкование почитать? Гнев не творит правды Божьей написано. Гнев человеческий. Гнев человеческий? Попустила слово, не гнев. Гнев человеческий это первое. И когда тебя обидели, и ты по-человечески отвечаешь во гневе. А когда ты гнев праведный проявляешь, то он практически Господь говорит через тебя. Потому что ты защищаешь истину. Тогда это гнев справедливый. Я интересно был в Синоде. И когда беседовали, там еписцы, митрополиты. Я говорю, у меня бывает недовольная жена, говорит, сурово. Архимандрид один Кондратюк. Он мне Златоуса 12-го подарил. И говорит, а ты скажи ей, а пророк Илья как обращался? Сурово или нет? 850 голову отрубил. Он тебя куда, муж и не дерзгал? И весь сказ. И весь сказ. Теперь относительно обречения с каким и как. А символ веры как? Духа Святого, глаголовшего в пророке. Мы утверждаем, что это один и тот же Дух. Это мы перерождаемся. А Духа Святой и глаголовшего в пророках. А это пророки как бы и не нужны. Веруем мы или не веруем? Потому сейчас, может быть, в Московской Патриархии не говорится, что истинного Духа Святого. Потому что нет его истинного. Так, и теперь, видишь, какое дело? Вот у нас тут приходит от Любовь Николаевна Фатеева. В прошлый раз говорил, он говорит, откуда ты знаешь Писание? Ну где, в Адвентистской. В Адвентистской. У нас в Адвентистской первой в общине появилась Валентина Павловна Конева. И она говорит, Господь же никогда не гневался. Я открываю Марка, посмотрю, и с гневом воздрял на них, скорбя об ожесточении сердца их. Ну, кажется, так написано. Я говорю, у тебя как? А я никогда не видел этого. Она, баптистка, с большим стажем. И она этого не видела. Почему? Перепрыгив через стихи. Не надо. Православие – это всеобъемность. Где в духе кротости. Вот я показываю, где я с ребенком беседую. В духе кротости. Я беседую с начальствующими. Но когда они губят людей, извращают правила, каноны, таинства. Апостол Павел о чем? Хотите прийти, чтобы к вам говорили, что? Жезвом, если Богом. Жезвом, железным. Не просто епископ, как там дудочка у него. Железный, железным. Поколотить горшки. То с чем вы хотите прийти? Приду и наведу порядок. И вместе с вами я решил предать его сатане его изможение. Вы понимаете эти слова, что означает? То есть он в этот день пищу не мог проглотить, он не мог оправиться. Со всех сторон его обнажила болезнь. Он предал его сатане. Сатана сразу ввинулся и начал его рвать. Павел говорит, предаю его сатане. Где? Вы читаете 5 глава 1 Калитина. А какой дух кротости? Ну вот, он проповедует. И в это время видно, что человек расположен. А у него рядом волк был, порток по нашему. И вот он подсовывает. Он говорит, ты сын дьявола. Враг всякой правды. Такой не будешь совмещать прямых путей Господних. Вот на тебе рука Божья. И тут же ослепил ее. Тут явно, что никакого духа кротости не было. А можно по-другому? Ты кого учишь-то? Он говорит, Павел, а я думаю, имею духа святого. Ты выдумать кажется, ну, ты, наверное, враг правды. Сын дьявола, может быть, ты враг правды. Ну, пусть сладовала тебе рука Господня будет. Мы видим, как молнии летели. И поражали дьявола. Вот это в совокупности все, где надо, кротости. И он тогда, обнимаю вас, братья, я с вами, я сострадаю. Это надо все в совокупности в себе иметь. Тогда ты настоящий будешь христианин, рожденный свыше, движимый Духом Святым. Правильно. Когда в полноте, когда все стихи не оторваны друг от друга, когда они действуют как единое целое. Попробуй ты поговори с этим Никитом Михалковым. В кротости. Попробуй поговори с ним в кротости. Добьешься ты чего-нибудь? Ну, Жириновский. Петр Андреевич, вы так засгорячились, успокойтесь. Так вот, я просто за тебя, Надежда, беспокоюсь. Не надо же меня беспокоиться. Ну, как не надо? Ты моя дорогая, любимая моя сестра. Как мне беспокоиться о тебе? Ну, вот. Я хочу вспомнить, я хочу два слова сказать. Вот вспомнила просто. Прислал письмо из Германии священник. Игнатий Тихонович говорит слова. Все из Евангелия. А он присылает письмо и говорит, да не люблю я этих цитат. Вот у меня до сих пор вот это вот осталось. Думаю, надо же. Я даже не ожидала никогда, чтобы священник такое говорил. Так вот говорим. Мы даже вот, мы, ну никакие, и то никогда не выразимся, да? Цитаты. Цитаты-то, это что, марксистская ленинская философия, что ли, цитаты? Да что интересно, они позвонили оттуда из Германии, в гепархию, и ищут компромат. Но они могли им сказать, да это, ни слова не сказали. А он мне говорит, я позвонил. И оттуда ответили. А что сказали? Они сказали, Лапкин с нами не причащается. Больше они ничего не могли сказать. А я в ответ могу сказать, и они с нами не только не причащаются, они будут допущены. Бородобритые, неканонически рукоположенные. Когда взяли жен, не девственниц. Они не имеют права быть, они нарушили все каноны. Не один, не два, а 419. И эту работу провел я первый в мировой практике. Я искал, говорит, в Хрищаном Писании все до обвинения против вашего лицемерия. Что вы Бога не знаете и людей совращаете. И поэтому, как я говорю? Да я говорю только в писанном виде. Ну, по радио, там, ну, по телевидению. Ну, там, в фильме, там, в книгах. А так-то я их мало вижу, упаковывал. Ну, правда, у себя за столом, у батюшки еще на берегу маленькой. Надежда, ну ты уж меня прости. Я в духе кротости прошу тебя. Я вас очень люблю, Игнатий. Игнатий, знаете, я вот когда прочитала рецензию на книгу Юрасова, вот вы писали Юрасову там в какой-то из ваших книг. Четвертый том. Да, я прочитала, у меня было такое чувство, вот нисколько не вру, что как будто вы его сначала закололи, потом разрубили на куски, а потом еще глаза выковырили. Вот это, это... А почему он так не понял? Теперь вопрос второй. Он, отзакончивший духовную академию, архимандрит, один из самых известных в советское время, за ним КГБ искали, когда в грузинских горах. Он так не понял. А радостное шлет послание каждый год и в нынешнем годе. Значит, ты не поняла. В первую очередь, за него еще заступается, когда он. Он не требует защитников. У него грамоты на десятерых хватит. Я поняла, Игнатий Тихонович, я поняла вашу мысль была. Что если ты священник, если ты учишь людей, ты сам-то пиши книги грамотно, так, как нужно. Это, я поняла смысл, который... Вот мы за столом сидим. Он сидит здесь у меня за столом. Отец Геннадий в вас тут. Сидим за столом. И магнитофон, катушка накручивается. И он... И все это потом с пленки будет снято. И все это здесь запечатлено. Я говорю, теперь сравните ваше обращение и отца Геннадия. Там даже ничего похожего нет. То он что-то видел, лежал, то показалось ему там видение, то одной бабушке показалось. Я это все и говорю. Ты же перед людьми выступаешь, выступаешь, книгу держишь, вопросы. Да почему ты прямо-то им не ответишь-то? А вот видите как. Вот сейчас люди курят, почему? Он начинает говорить. А потому что огонь все время. Они как бы проповедуют, что земля будет сожженная. А перед потопом люди ходили с кувшинчиками, всем предлагая, выпей воды, выпей воды. Откуда, я говорю, вы взяли? Это не в рукописях, не в клинописи, нигде. То есть он фантазирует, а ты Мюнхгаузен вряд ли. Вряд ли. Мюнхгаузен. И он не обиделся. И батюшка к нему приехал, и книгу ему прямо положил в тумбышку. Его дома не было. У нас с ним хорошее отношение. Я говорю, а что так долго не было-то? Селок три года. А мне, говорит, на семь лет хватило, чтобы сказали. И когда мы ехали в Танменку, дорогой говорили. Он вот так меня остановил. А вы где-то печатали? Нет. Это немедленно надо печатать. У вас каждое слово пощупать можно. А нам такую холастику сухую преподают в академии. Ну нигде не применить нигде. Я говорил, как я беседую с сектантами. Я говорю, а как исповедуешь так? Я говорю, ты напоминаешь мне хозяйку на даче. Она купила или достала ведро. Помет у куриного. Большой бочки. Размотала его. Это твое покаяние. А теперь все осняло, прищистили. Помет-то никуда не делся, он в ней лежит. В следующий раз ты опять ее разжалобил, опять раскрутил. А помет один и тот же ты десятилетий. Не так? Ну да, так. А ты сделай так, чтобы вытряхнуть, вымыть, прожарить бочку, чтобы пить можно было. А вы этого не хотите. А я племянника крестил. Он рассказывает, он не стыдится как. Я его убедил, он согласился. Он спросил, а как будет долго? Я говорю, ну минут 15. Он говорит, вот так вот. Папироску, держи. Давай. Чтобы разрыв между курином до крещения, после крещения не было больше 15. Он крестил. И ты его крестил, да, крестил. Как я могу ему не говорить? А кто-нибудь и говорил, никто. Мне это дано. Он алтайский. Мы душа в душу с ним были. И они там испытывают. Надежда Васильевна где-то, а где она у меня? Убережала. Убережала. И она стала жаловаться там что-то. А он ей говорит, я тебя больше звать никак не буду, наш Делся Васильевна, буду звать требуха вонючая. Представьте, Надежда Васильевна, ты каждое слово ловит, учительница. И так, требуха вонючая, налей мне водички попить. Опять, минута опять обращается, требуха вонючая, там дверь маленькая прикройся, это комары летят, и он стал рассказывать, как у них в монастыре, а он архимандрит, сражался с КГБ, в здании КГБ был когда-то монастырь, и он его отбил, первый в стране России, Советский Союз. Вот какой отчаянный человек. И Даша, мы, говорит, специально делаем это, чтобы обвинение было, и договариваемся с кем-то. И я начинаю ее обличать в самых страшных грехах, и посмотрю, как она реагирует. Ну, а я вас пробью, нет, ну, давай на мне пробуй, как. Так, а что же про вас сказать-то такое? Надо такое, чтобы хоть кто-то меня поддержал, он посидел, ничего не мог сказать. Если бы он что-то знал, он бы сказал. Он приезжал в лагерь, раз или два. Я могу сказать, это хороший человек, хороший, но рождение свыше, как будто не слышал. Но однажды у него был такой интересный момент, Бог проявил. Он написал какой-то трактат, где-то, и он стал известный, и о нем спорят. Ему надо было однажды позвонить, он в Иваново живет-то. Он подходит, когда были будки, звоните, он снимает трубку, звонит. И слышит, в трубке разговаривает. Ну, в трубке как разговаривает-то еще? Копейки-то не получил. И разговаривает, и разговаривает, и его трактат судят. Это вообще не бывает такое. Ну, я, Мрой, себя знаю, это такое закавыка, он там едет, он там наберет с собой молодых монашек, то другое. А то другое говорит, и по делу, говорит, и спорят. Я, говорит, это невынимание не взял. А дальше... Я не выезжал и говорю, ребята, вы, малейко, неправильно тут рассуждаете. Это я как раз, Юрасов и есть. Я, говорит, третий просоединился, давай. И он говорит, это нельзя, это миллионы, или в этот день он оказался именно там, как кажется, в другом городе, в этой будке, и что там не замкнуло. И говорят именно о нем, это нельзя, это миллиарды в миллиардных степенях. Возможность такая может быть. И он в этом увидел, что спорить не зря, там есть что-то. И с ним у меня беседы, вот, откроешь, там прям часы можно слушать, дословно. Какой том? Четвертый том. Да ладно, не надо трогать его. Вперед. Дальше. А скажи, с какого стиха в начале сегодня? С первого, десятая глава. Десятая глава, 10-1, да? 10-1. Ты тогда закончишь, мне передай. Ну, еще два стиха прочитаем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Толкование. То есть ни богатство, ни слава, ни сладкоречие, ни ласкательство, ни лицемерие, ибо таковы оружия плотские. Не сказал, но духовные, так, конечно, должно бы сказать, противоположность слову плотские, но сильные, сказал, намекая на то, что плотские оружия слабы и бессильны. Так что вот ласкательство, оно слабо и бессильно оказывается. Так говорит Тереван Болгарский. Смотри, насколько он чужд гордости, не сказал, мы сильны, но оружие сильное Богом, то есть Бог сделал их сильными. Поскольку были гонимы и мучимы, что казалось бы свойственно слабости, то говорит, сильные Богом. Ибо через это особенно открывается сила Бога, и Он есть действующий и сражающийся, хотя оружие носим мы. В чем же сильны? В разрушении твердынь. О каких твердынь? Об этом говорит ниже. Этими оружиями, говорит, не излагаем мудрование эллинов и их гордость. Или извлекаем их умы и души из заблуждения, которым они заражены, и покоряем их истине. Так ум и надменность Ариопагита отключены были от нечестия и покорены благочестию. Заметь, что не сказал, употребляем стенобитные орудия, но просто разрушаем. Этим показывается легкость победы и сила оружия. Какие есть мысли, вопросы, рассуждения? Понимаешь, молчок потому, что не испытали, это только этого. А когда ты по этому стиху несколько раз споткнулся, а потом этот стих про тебя пропахал, как следует, ты уже никогда этого не забудешь. А вот вы сказали там, допустим, ну увидели, что это как бы в огневе, но это ты так судишь. А давайте спросим того, к кому я так обратился. Я теперь спрашиваю знакомых, кто у меня, немного мало, 5500 только. Я не считаю, количество просмотров за миллион зашло сейчас уже, на ютубе только. И вот мне один звонит и говорит, у вас книги выпущены. Вот я читаю одну, а может к вам приехать? А зачем? У вас книга есть и читаете. Спросили в области, кто так будет отвечать. Ну не ласково же никак, не надо. Ну я хотел, в общем так договорились. Вредно по телефону говорить, мозги спекаются. До свидания. Он говорит, со мной никто так не разговаривал. Я стал задумываться и вижу, что в самом деле стал считать. Еще раз, я вам сказал, вы больше зря-то не звоните. Вот так же было с Никитой. Это его еще больше привлекло. Кто это? Михаил Кальмаев вот приезжает. Теперь один из самых близких людей. Как он трудится, как он... Ой-ой-ой. И теперь, когда уже явно стал он настаивать, все проверено. Тогда решили приехать, принял крещение. Потом мама, нынче она умерла у него. Сколько там еще человек. Как он перед священником, как он с Дворкиным беседовал обо мне. А началось то чего, если так разобраться, с грубости? А ко мне тоже началось то с грубости. Не скажу, какая грубость была. Мы-ка после крещения. Отец Наул приехал сюда, в Варнаул. С группой... С друзей? Нет. Ну, после... Приехал сюда, в Варнаул, на Никитина. И там проходило продолжение съемок фильма. Второе крещение Руси. Второе крещение Руси. Вот. И я там присутствовал, специально пришел. Отпросился с работы. И хотел пойти... Там пошли на второй этаж, в квартиру. А я говорила, что стоп. Тебе туда нельзя. Я удивился, думаю, ну почему нельзя-то? Я уже как бы свой человек, меня уже знаете. Вы год только крестили мою дочь. И недоразумение какое-то, наверное. Вот. Ну, а тем... А это еще больше вызвало, так сказать, притяжение. А в чем грубость? Ну, не пустил меня туда. Ну, что это грубость, что ли? Ну, а как? Интересное дело. Да, хамство. Негостеприимство. По всякому случаю, как минимум, не гостеприимство. Можно грубо не было, а можно по-хорошему объяснить все, да и все. Но он не объяснил. Он не пустил вас. Я объясняю. Смотри, ко мне приехала родная сестра. Но она отступничает. Он нас молится. Я ей сказал, Татьяна, разрешается заходить. Она зашла, помолились. Покормила отдельно. Но за стол с ней не сяду. Канон не запрещает. Теперь она спускается. Мы спустились. А там с двумя поворотами у нас лестница. Это высокая. Я говорю, с каждой ступенькой вниз, кверху уже ни одной ступеньки тебе нет. Это уже частный дом. Больше не войдешь согласно такого места. Написано, с такими есть вместе. Не дружить и прочее. Она у меня родная сестра. Тихоновна. И она не обиделась. У нее было такое покаяние. Она пришла. И по сегодняшний день самое доброе отношение. Понимаешь, это нельзя объяснить слова. Ну, как я говорил, там. Ну, как я говорю, так и говорю. Я никогда не приноравлюсь к человеку. Я смотрю, так заповедь гласит, так, так. Я рассказываю, как вот в Зимногорске. Другая сестра моя тоже. Ну, она потеряла многое. Но потеряла и крестик, и молитвослов. Она сообщила вечером. Уже утром я уже в Зимногорске. Ее вызвал в старай. Все, я ей вручил. А она в дом, да угостить. В дом заходить нельзя. На поезде, на автобусе обратно уехал. Она нуждается духовная помощь. Остальное заповедь Божия мне запрещает. И что? И отношения так и сохраняются хорошие. А людям это на сердце положено. Я это делал. Ну, доехал, ну, за стол-то сесть. Какое будет? У матери родной за стол не сажусь. Потому что она выпила, рассказывает о себе. И больше мать в рот ни разу не взяла. Родная мать. Почему? Написано, таким не есть мести. А ты бы так сделал. А я вообще не думаю, какие результаты будут. Меня это не касается. Я холодный, из колодца воды беру и за столом ем. Мой любимый сын у нее. Каково ей было по сердцу? А до меня никакой роли не играть. Что значит? Я люблю Бога. А не родителей больше Христа моего. Мать больше в рот ни разу ничего не взяла. Царствие небесное. Ты ее знаешь. Тут, понимаете, надо смотреть на результат, когда Богу. Мы Богу доверяемся. Он говорит, сурово там, да, может и сурово. Зачем ко мне под язык залазить? Я не с одним человеком общаюсь, а со многими. И каждому свой подход. И рядом сидящие иногда говорят, а почему вы в этом отвечали так? А с ними познакомились вчера только с обоим. А одному так, а другому так. Не знаю. А ты видел, что мы молились? Да? Ну, я почувствовал. Этому надо ответить. А как? Как это мог объяснить? Как? Я не знаю, как объяснить. У человека, у которого там химическая обработка была, вкусовых качеств нет у него. Я ему объясняю, как кали это, облепиха делал. У него не работает ничто. Он не может понять. Для слепого краски цветов он не может понять. У него отсутствует чувство духовного разумения. И с этим надо согласиться. У меня чего-то не хватает здесь. Но как апостолы поступали? По-разному поступали. Притом в разной обстановке по-разному. Вот так же я по-разному поступал. И плоды вижу и те, и другие. Вот сегодня только мы разговаривали с братом, который собирается принимать крещение. И я ему приводил примеры. Говорю, где проявлял строгость, там вижу плоды положительные. А где проявлял слабость, там вижу плоды негативные. И тогда было все. И было и слово жесткое, и крепкое. И обвинение в том, что ты святоша, ты там праведник и все прочее. Но стойкость, проявление стойкости. Теперь вижу проявление плодов положительные. А где слабость проявил, где сдергнул с дочери плоток. Теперь не могу надеть на нее, там где нужно надеть. Видишь, я ей объясню. Допустим, претензии священников. А вы так сурово разговариваете. Разве с патриархом, с епископом так разговаривают? У меня не возникает этот вопрос, так или не так. Вот только недели две назад, вот я получил вчера уведомление, что дошло с уведомлением письма по патриарху и Сергию. Но я ему сказал еще, когда были там за столом, что я напишу письмо. Я ему позвонил, но он обнаружил номер мой на другой день. Он говорит, я еду напротив Потеряевки. И тогда стали с ним разговаривать. Я вам письмо засчитал. Я говорю, где-то как раз Буханка. Напротив Потеряевки. Я говорю, высуньте руки в окно, благостоите Потеряевку. А тут Максим ехал, неблагословил, и аварию он сломал. Он стремился. Да так разве разговаривает с епископом? Я никогда не думаю об этом. Мне вам нравится, я разговариваю как с братом во Христе. То есть принорвается прежде всего нужно, как это угодно Богу. Да. А вот пришел патриарх. А патриарх обидится. Да как он патриарх, а себя обидит? Обида не христианское свойство. Я в конце-то. Я все высказал впереди. Высказал по Писанию. По святым отцам привел, какие поступают. Льва, когда ты кого руку полагал? Я говорю, а вы руку полагали кого? И голубых, и краснопогонных. Патриарху пишу. Но бывает, что у вас вот такие вот, как у нас серьги. Смотри, какие хорошие отношения. Мы благодарим вас. Пишу. Патриарх Кирилл. Ни таких святейших, ничего нет. Я так понимаю. А там будут считать и будут недовольны. Ты об этом думаешь. А я не думаю. Мне это не надо думать. Я его навеличил. Патриарх навеличил. Назвал имя. И в копках Гундеев. Его фамилия. И они еще... Я в копках написал. Говорит с вами щитец Лапкин. Что я сделал не так-то? Ну да, конечно, патриарх. Я не знаю. Патриарх ему только отвечать. Я написал. Строгое взыскание будет с вас, начальствующих. И он-то не может, если он духовный человек, не понимать, что я его люблю. Я рискую кое-чем. Лишаясь его протеже, где-то могло бы мне как-то помочь. Но я вообще никогда об этом не думаю. У меня на сердце. Я помолился. Разложил на компьютер. Печатаю. Еще раз помолился. Напечатал. Снова помолился и отправил. Татьяна, письма забери. Уже они на почте поехали. Ну я теперь спрашиваю. А пишут такие письма патриарху? Может быть, кто-то и пишет. Я не знаю. Но думаю, нет. Чтобы подтверждено было Писанием, Житиями Святых, Канонами. И все это патриарху... И чтобы так обращались просто патриарху Кириллу. Для святейшества ваше там... Я еще в конце написал. Патриарх Кирилл, я говорю. К вам, дорогой, как брат, обращаюсь. Про вас сон видели здесь наши. Что вы приходите с крестным ходом сюда. И у нас беседа длительная. И вы сказали, была у нас беседа продуктивная, полезная. Вот, скажет, православный. Сразу, видать, с нами живет. А как доказать, что ты православный? У меня очень близкий человек один. Ну, напился. Я возле систолету упал пьяный. Я говорю, что что напился? А меня баптистом назвали. Теперь все видят, что я не баптист. Баптисты не пьют. А я валялся, прям чуть не замерз. Это самое веское доказательство. Нам нужно доказательство того, что мы не лицемеры, не льстецы. А мы заботимся и любим. Вот это Тентево называется, это его фамилия Цареновка. Я не думаю, что которые его долгят, они ему будут друзьями. Я к нему ответил более строго, нежели мне ответили все. Ну, год назад еще, год назад. За их хамство. И молюсь, каждый день молюсь, произношу его имя. Они этого не понимают. Ну, вы же ему написали, написали, во мне осталось чувство жалости. Я вижу, он много может полезного сделать. Они его сейчас прям в отвал. Это секта, так все это православные. Там самые знаменитые люди выступают против него. Я считаю и думаю, ни один из них этого не увидел, как в Андрею Кураеву. Ну, как же вы так и видите. Такой талант в человеке. Я про Кураева уже говорю. Ну, этот-то провокатор, чистейший воды. Ну, провокатор-то человек. Это еще не дьявол. Я о нем молюсь, а он меня поносит. Да вас вообще не поймешь. А мне не надо понимать. За ненависть будет он отвечать, а за мою молитву я буду отвечать. Никогда никакого внимания не давайте, когда вас хулят, проклинают или что-то. Это перед Богом. А Бог? Ну, так и чего здесь больше? Жестокости или любви? Строгость – это очень хорошо. А вот грубость и кощунство – это очень хорошо. Кто кощунство? Ну, мы не можем скинуть со счетов, что Надежда Ивановна говорит. Это надо иметь в виду. И надо, люди хамят. Просто они из-за чего подходят. А я ему, я правду матку говорю. Никакой, он просто грубиян и все. У нас в деревне был такой один, ну, как бы плотник, столь он где-то. Она раму сошлиняет, а там в палец не доходит. Тут оклеили, льет. И батюшка подошел и сказал, ну, нельзя, как-то маленько было. Он как начало, он столь раму разобьет. Он выехал. Но это никуда не годится. Человек сначала говорит, ты послушай, а если говорит Библию, читает, цитирует, никогда никого не про... Вот вчера, не прерывайте, вчера ко мне выходит мой знакомый и говорит, а у меня дома сейчас яговисты тут, яговисты. А можно с ними поговорить? А он им уже меня представил-то. И вот он их подвигает, и какой-то свет падает, не поймешь. Я спрашиваю, кто из вас мужчина, кто женщина-то? Не могу даже понять-то. Она говорит, я женщина, а это тоже женщина. И они начинают говорить, она говорит, минут пять, и я вижу, она в своем умеет. Я говорю, подождите, у вас вопроса-то нету, вы меня учите. А я, может, так же и понимаю, как вы даже не спросили, как я понимаю. Вы сказали, небесное правительство свете любого. А нет такого слова в Библии? Его нету. Это вы книжку, которую написали, а это не Библия. Второе. Система вещей, система вещей, это у них общепринято. Я говорю, нет таких слов в Библии? Нет. Она сидит, видно, накрашенная, с сережками, стриженная щелка, намалеваннаяся. Она говорит, а режет, будь здоров. Как они, нам некогда, ну подождите один раз. Ни под каких, их вымело просто оттуда из комнаты. Я говорю, Михаил, сейчас же, святая вода есть, окропи всю комнату, особенно ребенка. Он рядом видел. Там легион демонов. Он их просто выпер и потащил. Они никогда ничего, ни от кого не берут, они заблокированы. Вот с одинистом беседой, я дал, Вадим тогда Бутов был, когда ходили здесь. Он взял, пообменялись, он Библию подарил, он пропест-то, за Окской академии. А эти нигде не от одного, даже визитку даже никогда не возьму. А мы у них все книги берем, считаем. Они заблокированы сатаной. И они прямо вылетели, их уже дома нигде нет. Я говорю, зачем же ты их запустил-то? Ну они вот хотели, не дело никогда этого. Ребенок может подцепить от них какого-нибудь маленького чертенка и будет мучиться. Грубо я поступил или нет? По-другому с ними никак нельзя. Я должен был показать, что они не правы. Следующий стих. На сегодня последний. Какой стих? Пятый стих. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 10 глава, 5 стих. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Еще раз. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Толкование. «Продолжаете насказание, чтобы уяснить желаемое, хотя бы, говорит, противостояло разуму Божию, то есть Евангелию, превозношение, то есть башня или крепость, и это разрушаем. Слово «пленение» имеет двоякое значение. Оно означает и потерю свободы, и совершенное пленение, после которого нельзя уже сопротивляться. Павел употребил здесь слово «пленяем» во втором значении. Не только говорит «одолеваем и побеждаем всякое человеческое умствование», но и «пленяем», что означает совершеннейшую победу». Далее, так как слово «пленение» тяжело, то говорит «в послушании» Христу. То есть мы приводим в рабство Христа, которое дороже всякой свободы. Покоряем Христу от погибели к спасению, от смерти к жизни. Вспомни о тех, которые сожгли волшебные книги свои в Ефесии, и ты поймешь, как пленял Павел. Язычники нападают, как говорят, а вот у нас в Ведах написано, что мы не рабы. А вас вот Христос так рабов любит, а кто ваш, чтобы назовите его? Ставрог? Ну какой бог-то нет, какой? Ну если его нет, он еще не может говорить, его безразлично. Это демон. Знать, как надо с ними разговаривать. В этом вопросе, ну по определенной тематике, Даниил Сысоев показал пример. Он, где я и что говорил. А вот где он беседует о старообрядцах, я бы никогда не стал так беседовать. Перед старообрядцами только одно – дать Слово Божие. Дать им Слово Божие, чтобы оно заговорило для них. А в остальном надо вести себя тихо. Слишком много для них сделали нехорошего зла. И это не надо бояться. Зарубежная церковь в лице епископа всех принесла покаяние. Интересное выражение. Не потому ли постигли нас эти бедствия после революции, что мы возгнали. К истинному православию там все написано. Заголовно застанно. Почему заплакал Игнатий Вальский? Я говорю, 333 года ждали этого покаяния. Вот мы проходим, как будто помаду где-то. А вот это спросите такое. Он говорит открыто, что мы пленяем. Понимаете? За этим сколько всего скрыто. То есть человек, который слушает, должен отречься полностью своего. Пересмотреть свои решения. В послушание Христу. А я был научен. Я знал. Я был там такой-то, там, вопис адвентист православный. В послушание Христу не сходится. Поэтому не настаиваю на этом. Я никогда не буду говорить людям то, что у них нет. Вот вам обязательно надо. Это не надо. У них нет распятия. Они не крестятся рукой. Ну и что? Так понимают. Об этом не сказано ни одного слова. В Библии это не сказано. Косвенно вывод делаем. Но я православный, для меня вопросов нет. Я все это принимаю. Вот понимаете, никак не... Так вы же, какой вы православный, вы должны им сказать... Я сказал. Сказал, что писания этого нет. Я вот там вопрос один где-то... Вот я беседовал. Как им доказать, что они не правы? Я говорю, мы можем только доказать, что они правы. А мы не правы. Да как кто к нам тогда пойдет слушать? А вот об этом я тоже не думаю. Мне задача остаться верным. Понимаешь, нет как? Я не стараюсь ни привлечь его, ни оттолкнуть, а быть глашатаем Божьим. А уже куда это Господь ему положит, в какую ячейку-то оно, скиснет на опаре или нет, это от Бога зависит. Дай Бог нам только думать о том, чтобы было это угодно Богу. А сам уже Господь будет взращивать и поливать, и взращивать. Конечно, интересно было бы взглянуть. Меня не будет, и лет через 20 посмотрите, чем у вас все это кончится. Это наша мама так говорила. Мы же будем в могиле через 20 лет. Сейчас бы отец наш говорит, был бы живой. Я даже говорю, представьте, как бы он ходил, лошадь своя. А лошадей-то отняли, у них лошадь. Он бы ее гладил, он бы ей, наверное, одной рукой грилу заплетал, целовал. Это надо же, повернуло, скажем, все назад. Отец-то все опасался. И вдруг советская власть все назад повернула. Это как было? Ну, его не было. А на мать говорила, посмотреть бы, с чем у вас это все кончится. Вот я когда говорю сейчас своим ребятам, которые со мной, мне ни одного человека не хотелось так исследовать, ни одного из мирских, как Адольфа Гитлера. Вот кажется, да кого там исследуют? Ну, вы просто не знаете. И вдруг сейчас выставили фильм, «Бункер» называется. То, что я вопросы задавал, они там фильмы показаны, немцы поставили. Видели кто, нет? Последние 10 дней Гитлера, последние. Я видел. Он четвертого года, наверное, он несовременный. Это еще четвертого. Интересно, да. Что, во-первых, этот человек из праха восставил страну. Буквально весь мир к ногам уже лег. Так и называется «Бункер». И вдруг, он не мог ничего понять, почему Бога не брал в советники. А вот там там друзья-то его, Дима, все искали связи, и кровали там все это искали. Так он сам общался с потусторонними силами. Да. Вот мне внутренне его, когда прошел Сталинград, Нет пока описания, что он чувствовал, где он начал понимать. И в одном месте, когда он говорит им, генералу вокруг, он говорит «Господа, война проиграна». Все в шок впали. Еще день назад у любого повесили за эти слова. И он понимал, все уже, со всех сторон все. Остается в некоторых местах 300 метров до его бункера. Господа, война проиграна. Я только не верю, что его там убили. Он был жив. Жив, он недавно умер. Он был жив в Парагвай, где-то в 75 лет он был. Но это все так сделали, как уже принято, общий принятый где-то. Это был войник, и многое там не сводится. ДНК еще не было. Но власть его была тысячи крат менее жестокая, чем коммунистическая. Не сто, а тысячу раз. Он не уничтожал своих людей, крестьян не трогал. Церковь стояли. Здесь все подряд, все целые классы. Дворянца, казачество, все. Сами друг друга истребляли, поедали. У него этого не было. Этот пришел, время Сталин только разрушали готовые. А он сам на фронте герой, крест получил. И он строит, за него голосует. А за этих ни за кого не голосовали. Ни за Брежье, никого. А за него народ голосовал. Сначала 5%, 15%, 30%, 70% и наконец у власти. Народ любил его. И вот выступают, я смотрю, одна женщина старая-старая. Я была в Гитлер-Югент. Как мы и любили его. Я уже в старости сейчас, и мне не стыдно сознаться, я любила его. Любила. А генералы же, они говорят, я академии не кончал. Они понимали, между собой рассуждали. Как он узнал, что именно вот здесь Орденский лес, это единственное место на Францию идти. Как он мог это знать? Гитлер-то ему силы подсказывали другие. И они понимали, он страшно талантливый в любой области. Невероятно талантливый. И рассуждает специалиста высшего класса. И все признают, так он же в этой области не соображает ничего. И оказалось, они поражены, в шоке были. И вдруг все не так пошло. Под Москвой были 400 миллионов пленных. Такого позора страна не терпела никогда. Перед ним все абсолютно падает. И вдруг мороз. И вдруг отступление. Ну вот, а теперь с юга пойдет там. И вдруг там пошло все. И наконец Курское сражение. И все. Не смогли. И 30, там 15, когда они прошли. И застопорилось. И все дымится. А они в то время его танков где-то раз 15 больше советских уничтожили. Буквально все усыпано было. Какие у него были. Проекты. Какие. И вдруг ничего нет. И меня интересует, что он внутренне понимал. Эти духи, которые с ним были. Говорили ему. Но он-то переживал как человек. Он говорил. Он не был в трансе. И вот этот момент, где он им говорит. Когда бросает карандаш. Сейчас его везде обыгрывают. Этот отрывок. Вырвали. И везде. Он сидит так. Генералы. Так. Этот. Начинает. Геббесс. Останется. Борман остается. Это тот отчетверо. Пятверо. И остальные вышли. А там генералитет весь стоит. Синий там секретарь. Он а так карандаш. Начинает. И что вы где-то такое. Крещит на них. Ругаются они. Майфюрер. Майфюрер. Пытается объяснить. Что вы здесь вот не сделали, как я говорил. Правильно Сталин сделал, что расстрелял офицеров весь. Они все время мне генерал эти портили. Они его сильно портили. Покушение делали. А там прям плащ и сжались где-то. Они этот отрезок сейчас вырвали. И пишут по Украине. Гитлер сидит и перевод в Украине сидит. А с матерками там. Яцин бог этот. А этот на. Путин там со своей олимпиадой. Теперь что они думают про нацизм. Как это можно было. Это все вот сейчас живое. Этот момент вырвали из этого. Видели? И он это все говорит. А внизу он говорит по-немецки. А внизу буквы как бы по-русски. И все матерками, матерками. Другой случай там про Путина. И опять этот материал. Все этот материал где-то. И как он говорит. Сколько людей есть, которых именно этот момент затрагивает. У меня внутренне просто желание узнать, что он переживал. Никто этого не пишет. Ну были же может записи какие-то. Как понять, а зачем это вам нужно. Я не знаю зачем, но я думаю это можно сказать. Будет скорбь вселенская. И антихрист именно вот так же будет все переживать. Это предтеча его. И потом последнее. Самое страшное будет, когда антихрист теряет все. И дьявол, который восьмой из числа семи теряет все. И он тоже размышляет и вспоминает. И где ошибка была. Почему поражение такое. Иоанн Затус объясняет это. Когда люди говорят, а зачем допускают. Бог допускает. Допускает. Вот я бы был вместо царя. А царя расстрелять. Да я бы так сделал. Люди жили как правил. Делай. А ангелы наблюдают. 70 лет прошло, ничего. И ангелы рукоплещат. Опять ничего не получилось. Это Иоанн Затус так объясняет. А ангелы рукоплещат, что ничего сатаны-то опять не получилось. Вы слышали? Все рухнуло. А он видит, что трещина здания социализма-то рушится. Он берет грязь и щели замазывает. Наконец все рухнуло. Всех задавило. И Горбачева, и Ельцина. Он в новом месте начинает строить. На Кубе там в Северной Корее. Его разницы нет никакой. Это из Писания выводится. И как к этому не прилепиться-то, не думать. Я наоборот о людях думаю. Ты не думаешь, нет. А я думаю. То есть я хочу приникнуть к вселенской скорби и избежать ее. Потом я на другом уровне переживаю. Причем я не хочу этого, а у меня это все время. И так же в радости. Когда хочется мне быть в чувствованиях Иисуса Христа. А как он чувствовал это? И не примут. И узнал, что не примут. А как дальше? Ну это все божественно. А это более приближено к человеческому роду. И вдруг фильм этот как бы ответ на мой вопрос. Ну людям говоришь, они... Ну ты не понимаешь, ну хотя бы не суди. По твоему неделанию фильма не будет. А по моему замыслу, то что бы я думал. Теперь я вижу этот фильм. Посмотри, будет. Два часа тридцать минут фильм. В Ютубе? Да, в Ютубе. Бункер последние 10 дней Гитлера. Все. Молитесь, Игнать Митя? Ну молитесь? Нет уж. Ну давайте. Мальчика, девочка у меня самых маленьких. Давай. Тарасик где? Поля, сюда. А вы выйдете, пожалуйста. Аккуратно. Ну там по аранжиру могут еще. Тарасик. И особенно снимают дети, когда понимают руки все. С паровой дорогой. Ты хочешь с ней рядышком остановись. Так, послушай, отойди-ка. Открой нашу процессию. Давай-ка мы подальше убегем. Вот так. В лагере такой порядок у меня. С левой девочки, самая маленькая. Вот просят, зачем? Я объясню. Они нуждаются в особом благословении. Иногда я кладу руки, да благословит их Господь. Боже, милостиво будь негрешным. Создав я меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец я грешил, Господи. Прости меня, грешник. Слава тебе за этот воскресный день. Эту вечную субботу покоя, дарованную тобой. Как многое ты нам сказал. Если в чем мы погрешили, пощади по великому твоему милосердию. Пощади, доброжители вселения наши, расширь пределы общим. Дай нам еще, священника, место для занятий. Добрых детей в лагерь. И добрых людей, принимающих крещение. Благослови нас, Владыка. Научи нас вникать в слово Твое. Благослови патриарха Кирилла, епископа, священника в пасте. Даруй духовное рождение всем. Умиротвори враждующих. Даруй мир Израилю, России, Украине. И благослови правителей. Наведи страх Твой на них, чтобы мудро управляли столь многочисленным народом. А за все Твои милости, щедроты, долготерпения. За жертву Сына Твоего Иисуса Христа. За страдания Господни. Хвала Тебе. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздиания рук, как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей, Владыка. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Господи Божий наш, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Владыка неба и земли, прими нашу молитву о всех, заповедыши нам молиться о ней, болящего Сергия, Галину, Александра. Ты всех их знаешь поименно. А Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говорю, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спасибо. Да благословит вас Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.